Знакомьтесь, это Артём, обычный парень из Приднестровья, который работал аквариумистом в экологическом центре. В этом видео он поделится своими воспоминаниями и расскажет, как это было. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим про Приднестровский экологический центр. У нас в гостях Артём, который являлся сотрудником этого экологического центра и он сегодня нам расскажет о том, какие процессы и как вообще проходит аквариумистика как бизнес. Артём, расскажи сначала о том, какое у тебя образование. Я биолог по образованию, точнее гидробиолог специализации. А на эту должность, на эту работу я попал совершенно случайно. Учаясь еще на пятом курсе в институте, то есть последний курс. Ты там проходил практику? Да, но вот как я проходил, то есть у нас общая практика для всех была, то есть мы должны были преподавать биологию в младших классах по школам, по городу. Ну я категорически не хотел, я был очень против. Работать с детьми? Да. Я боялся, наверное, боялся их поубивать. Шучу, конечно. Но я очень-то не хотел, я искал альтернативу. Деканат альтернативы мне никакой не давал, но нашел сам. Правда, пришлось договариваться. То есть этот экологический центр. Раньше он назывался станция юных натуралистов. Потом его переименовали уже в экологический центр учащихся и абитуриентов. Устроился я туда в руководителем отдела аквариумистики. Это уже после пятого курса? Это во время пятого курса. То есть во время практики. И уже работал. Да, то есть во время практики. Вот я договорился с начальством этого экологического центра, я договорился с деканом, что я буду работать там и мне это защитется как за практику. Плюс в том, что те, кто, допустим, мои одногруппники, если они проходили практику в школах, им за это ничего не платили. А я еще получал зарплату. Небольшую, конечно, но тем не менее. Вот. Ну, то есть почему мне согласились это заменить? Потому что я предложил ввести кружки для школьников, то есть по аквариумистике. Проводить экскурсии и так далее и тому подобное. А в чем заключались эти работы с детьми там? Я набирал там с каждой школы, допустим, с пятого по седьмой класс. К примеру, набирал небольшую группу, там 6-7 человек. Дети, которым было интересно аквариумистика. Ну ты им рассказывал про что? Ты рассказал про оформление аквариумов, про биотопы или просто как ухаживать за рыбками? Нет, это так как дети, они начинающие, им просто было интересно это. То есть я рассказывал им азы. То есть от грунтов, растений, да, до рыб, каких можно вместе содержать, каких нельзя, как ухаживать, как разводить. То есть самые такие азы. Азы. Да, это все-таки дети были. Были дети такие, которые после этого вдохновились аквариумистикой и завели дом аквариум? Да, все были. Они параллельно заводили аквариумы, мы вместе клеили аквариумы даже на занятиях. А, то есть у вас такая была аквариумистика, что прям не только про грунт, а прям даже как склеить аквариум? Ну да. Это вообще самый, прям с минимума самого. Ну, как правило, да. Грубо говоря, я это делал, они смотрели, помогали. Просто, наверное, нужно еще пояснить, что такое Приднестровье. Это же не совсем Россия. Да, мне было сказано, что это все происходило в Приднестровье, это моя родина, это очень такой отдаленный уголок, о котором мало кто знает. То есть Приднестровье, либо же ПМР, это Приднестровская Молдавская Республика. Раньше входила в состав Молдовы после развала Советского Союза. То есть она откололась от Молдовы, там остались в основном русскоязычные всем люди, население. Ну, то есть теперь это маленькое государство между Молдовой и Украиной. Ну, Приднестровь. Которая за Россию. Да. Которая топит за Россию. Ну, я хотел уточнить, вообще с аквариумистикой в Приднестровье, почему вы клеили аквариум? Нельзя было просто его купить? Или там все так плохо с аквариумистикой? Нет, просто это дешевле. Проще пойти там чуть ли не на каждом углу всякие, грубо говоря, так в подвалах стеклорезы, да, которые ты приходишь и говоришь, мне нужно там такое-то толщины стекло, такие-то размеры, они тебе нарезали, все-то заплатил, забрал это готовое стекло. Вот. То есть это дешевле, нежели покупать готовый аквариум. Это гораздо дороже выходит, нежели у нас брать в зоомагазинах готовый аквариум. И зоомагазины там развиты, так как здесь? Нет, там больше развита на уровне аквариумистов, любителей, то есть которые занимаются это сами, дома, то есть развой, там нет никаких салонов. Если я не ошибаюсь, таких зоомагазинов по городу, где вообще можно приобрести рыбок, к примеру, их всего три. Три зоомагазина на весь город. В городе. Это в каком городе? Тирасполь, столица. Столица Приднестровья. Но вообще в Приднестровье же там много городов. Ну да. Но если в столице так мало зоомагазинов, то уже не стоит говорить вообще о том, что там дальше. По соседним городам это 3-4 магазина, не больше, где можно именно приобрести какую-то живность. А оборудование для аквариумов? Ну, соответственно, да, там всё. И оборудование, грунт, растения, всё там есть. Ну, короче, вы с детьми решили клеить сами. Да. И вы клеили там? Ну, у меня бюджет как бы позволял. Вы клеили прямо там, в экологическом центре? Да, у нас было отдельное помещение нам выделили. То есть, небольшой там типа мастерской. То есть, ну, в этом же экологическом центре там помимо отдела аквариумистики, также там разводили, содержали грызунов, птиц. Ну, и соответственно, для ремонта, грубо говоря, там клеток, аквариумов, да, было выделено отдельное помещение, мастерская. Вот. Хорошо проветриваемое. То есть, мы в этой мастерской собрались, склеили. То есть, нам выделили небольшое количество денег, мы купили, даже нет, я помню, первый аквариум мы из старого, из 150 литров аквариума, был старый разбитый с моего отдела. Мы его просто склеили, проверили, что нет никаких... Течи? Да, нет течи. И с нуля, то есть, его оформляли с детьми. Но если говорить сейчас не о самой аквариумистике, а вообще об этом экологическом центре. Там, получается, были грызуны, рыбы, птицы. Растения ещё были домашние, да. Ну и... Жуки, пауки. Это всё было в моём. То есть, рептилии, рыбы, насекомые. Это все были в одном отделе? Это всё было, да, у меня самый большой отдел был. Так как это всё содержалось в аквариумах, в террариумах, то поэтому это всё было в моём отделе. А были дети, которые заводили не аквариумных рыб, а рептилию, например? Ну или богомола? Я таких не знаю. Может быть, они в дальнейшем... Я знаю точно, один никогда в жизни больше не посмотрит на никаких рептилий. Ты больше кого зовут? Нет. Я это постарался забыть, как страшный сон. Я проводил экскурсию. Это одна из первых моих экскурсий. И привели ко мне, по-моему, это пятиклашки были. Там человек 10-15. Их классные руководители завели в отдел ко мне. Ну и у меня так по периметру, по всему кабинету этому стояли аквариумы, террариумы, плюс в центре. Ну и я так начинаю от входа, начинал им рассказывать, там, это такие-то рыбки, это такие-то, там, это цихлиды, это африканцы, там, это американцы, ну и так далее, и тому подобное. И в одном из аквариумов у меня... Ой, я сейчас не вспомню, как её правильно зовут. Короче, кожистая черепаха. Тупорылая такая с длинной шеей, которая с кожистым панцирем, может, ты мне напомнишь. Какая-то китайская, то ли японская. Ну, есть китайская черепаха. Да, короче, у меня очень длинная шея такая вытягивается. С мягким панцирем. Да, да, кожистым мягким панцирем. Это-то не... Кусучие. Капец. Не то слово. Ну, вот она, короче, сидит, вылезла так наполовину на камень. Трионикс она называется. Точно, Трионикс, вот. Вылезла она на камень, так наполовину. Аквариум, соответственно, ну, открыт. Это лето, жара. И я стою и рассказываю, говорю, вот это такая-то такая черепаха. Ни в коем случае там ни сутик, ни руки. Это очень опасно, она может укусить. И да, один самый такой умный, видимо, приколист в их классе был. Он говорит, как? Вот так вот? И туда прям к ней полезно. Он, короче, моментально просто заходил. Не в памяти клапс сейчас выступает. Без руки, который стендап. Нет. Короче, схватил за палец. Ну, я думал, придется и шею резать нафиг. Это черепахи, короче, не могли вытащить. Там слез было очень много. Но зато все дети поняли, что так делать нельзя. Да. Но у меня после этого резко сократился поток интересующихся детей. По крайней мере, с этой школы. Проблемы с руководством были после этого случая? Да, были. Но за меня как-то заступились классные руководители, которые сопровождали этих детей. В тот момент, когда я объяснял, говорил, что нельзя туда лезть, вот один уникал все-таки засунул туда руку. Это было при одном из первых таких... Это самое первое. Самое первое. Это самое первое. После того, что ты так уже не говорил, не суть туда палец? Или наоборот, держал так руками? Я сходил еще до того, как запустить их в отдел этот, в коридоре. Я им сразу говорю, руки никуда не совать по аквариумам, не стучать. А, то есть, проводил инструктаж? Да, проводил заранее. Наверное, это надо было сразу же делать. У меня опыта не было, я все-таки студент еще молодой был. Отлично. Расскажи, в чем заключалась вообще твоя работа в этом экологическом центре? Ну, в обязанности. Самое основное – это разведение рыб, увеличение разнообразия всяких этих видов рыб, рептилий. Ну, по возможности, так как там бюджет маленький был. То есть, если я разводил рыб, я этих мальков продавал. Я так думаю, что если говорить, просто понимать, что такое Приднестровье, там уже понятно, что будут государственные организации с небольшими окладами, с небольшими ресурсами. С малюсенькими прям. Да, ну, собственно, все, что я делал для своего отдела, я... Как правильно сказать? Проявлял энтузиазм. Нет, нет, это само собой. Но все ресурсы, которые я находил для этого, для какого-то развития, я сам на себя, да, грубо говоря, работал. То есть, я разводил рыб, я их продавал на крупном птичьем рынке. Так, погоди, об этом мы сейчас еще поговорим. Соответственно, все выручные деньги, короче, я вливал туда. Для себя я ничего не знаю. Кто твою работу контролил там? Или жесткого контроля там не было вообще? Там жесткого контроля не было. Просто смотрели, что все было в порядке, что были какие-то рыбки. Да, есть какие-то продвижения, есть какие-то плюсы, улучшения. Да, покажи, что. Ну, вот там того-то, того-то, того-то. Вот завели новые, вот мальки, вот подрастают. Вот эти вот распадения. Все, молодец. Забежал вперед. Вот эти деньги, которые ты зарабатывал где-то там на птичьем рынке, они как-то официально вливались? То есть, ты как-то документально их проводил? Нет. Просто закупал, например, хороший корм какой-то для рыбки. И втихаря? Ну, по сути, нет. Нет, не втихаря, но сейчас все было в курсе. Она говорит, да, молодец, все, отлично. Я как бы показывал, вот там, я продал там на такую-то сумму, я вот на такую-то сумму я приобрел. Вот остался там небольшой бюджет. Ну, вот купим еще корм. Все, да, да, все, отлично, молодец. Но никак это официально не документирую. Ну, вернемся к работе. Помимо того, что ты занимался разведением, кто занимался уходом за всеми этими парами, тоже ты? Тоже я, и по большей части, когда я уже просто не успевал, там, я в дальнейшем потом расскажу, у меня тупо на это не хватало времени. Сколько было аквариумов всего там с рыбками? Какого объема? Ну, примерно. Понятное дело, что сейчас аквариумов. Аквариумов 35, под 40. По видам? Или смешанные там были? Все смешанные, то есть, там, вместе с террариумами, с аквариумами. Нет, я имею в виду 35 аквариумов там были только, например, в одном аквариуме только неоны. Или было так, что там и неоны, гупи, данио в одном аквариуме? Нет, старались все-таки их распределить. По видам. Да, по видам. Если не хватало все-таки места, то тогда мы там, ну, по мере возможности, да. А они были как оформлены, как биотопы или как домашние аквариумы или обычных любителей? По-разному. Некоторые были более такие, все-таки, как для видов. Видовые. Не, скажи мне, для экскурсий, да, чтобы вот пришли, посмотрели, а, красиво, да. Вот такие мы все-таки оформляли, как бы, как домашний аквариум, вот, чтобы красиво там замок какой-нибудь или что-нибудь такое. Ну, к примеру, да. Это водолаз с шариками. Да, 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 да. То есть, оно красиво. Это считалось красиво? Ну, да. Ну, давайте скажем, что это какой был год? Просто сейчас это не очень красиво. Я знаю, это был где-то 2010-й, наверное. Так, где-то примерно. Сейчас, потому что уже, ну, понятное дело, что я не говорю сейчас про биотопную аквариумистику, это считается прям уже высший класс, но стараются сделать, чтобы было по максимуму растений, декора, типа камни-коряги, и по минимуму рыбы, чтобы показывалось, что там что-то есть живое. Ну, кстати, у нас там по большей части из рыб в основном были цихлиды, поэтому в основном там были камни-коряги, но, тем не менее, их оформляли так классно, что... Оформлял кто? Я. Всё делал ты? Да. Ты, получается, в своей матери был один, самый ответственный, самый главный? Я был единственный там. Единственный вообще? Да. Единственное, когда ко мне приходили вот дети, именно группы, которые занимались, которых я обучал, я так... Эксплуатировал? Ой, да! Они мне помогали чистить аквариумы. Сейчас мы пробуем чистить аквариумы. Все 30 аквариумов распределил, да, и погнали. Знаете, вам вёдра. Да, в принципе, так и было. Ну, а вот это вот, получается, эти вот аквариумы, это было как стойка, или они стояли каждодельно? Были как стеллажи, то есть по два аквариума стойка, и они шли по периметру комнаты, и плюс ещё по центру. Короче, типа вот как в магазине, наверное. В галерее. Да, в галерее. То есть по центру стойка с двух сторон ты можешь смотреть, и плюс ещё по периметру. Просто сейчас в современных стойках отстойники стоят над всеми аквариумами сверху. То есть вот эта там отстаивается, просто стояла над всеми аквариумами снизу. А, то есть вы просто заливали воду вручную? Мы просто куда-нибудь туда под низ, где их не было видно, и всё. То есть заливали, грубо говоря, ветрами? Да. Отстаившуюся воду? Какие-то умельцы, детки собирали там из моторчика какая-то помпа, всё это так связано, непонятно. Ты его включаешь, но блин, работает, дёргается, ещё воздух подаёт. Всё это так круто смотрелось. Круто смотрелось? Да, да, это как стимпанк какой-то, знаешь, такое, прям вот реально, с говной палок собрали. Вот, и оно работает, причём исправно, и намного лучше, чем вот на тот момент современные покупные там фильтры или компрессоры, они намного лучше справлялись, дольше надёжнее. А из профессионального оборудования, ну, точнее, из того оборудования, которого сейчас можно купить что-нибудь уже тогда было в то время? Да, конечно. Ну, на большие аквариумы там, может, 200 лет. Ну, ты спроси, как-то Аква что-то там. Акваэль? Да, наверное. Блин, вот это вот, Акваэль? Да, вот такие вот, только, ну, там большие, соответственно, такие фильтры огромные стояли. Да, они работали. А закупала, получается, организация или какие-то выручные левые деньги? Нет, на вот эти деньги, которые... Левые? Ну, оно считалось, левые, да, их как бы не проводили никак по документации, но, ну, не знаю, это, наверное, тогда такое время было, и такая обстановка, что мы не старались... Обстановка по кайфу. Да, мы не старались эти деньги стырить, мы, наоборот, хотели это всё вложить, да, чтобы развивать, соответственно, всё, что мы выручали с продаж... Но ты сейчас говоришь «мы». Ну, мы, мы, то есть, я, другие отделы, допустим, те же грузаны, которые, они точно так же... Например, они разводили там лабораторных белых мышей... В аквариумах. Ну, в клетках, в аквариумах, там, в чём приходилось, и продавали нашему институту, университету. Трубов? Не труп, нет, живыми, живых, да. А в институте там уже сами... А в институте, да, даже это при мне было и... И как их убивали, если не секретно? То есть, они сидят в банку... Детям до 18 пока нельзя смотреть. Но их не прям так убивали, то есть, кидали им ватку пропитанную... Не хлорофорум, ну, короче, чем-то там пропитана ватка была, им кидали в банку, мышь засыпала, вот, и вот, пока она спит, то есть, её препарировали, причём я при этом участвовал. При мне её принесли мои коллеги, когда я... Ты сам учился как биолог, да, там, да, вы тоже этим занимались? Конечно, приходилось. А вообще, вот вы... Одно, кстати говоря, одну я прям вот самый первый раз, когда нам принесли, мне очень стало жалко, я спёр мышь, вынёс домой, она у меня прожила около года. Ну, её, короче, садок мало. Ну, так получилось. Я потом ушёл в армию. Так получилось, короче, что я дал собаке ещё понюхать, вот, если мне мышонок белый такой вот небольшой, я дал собаке понюхать. Собака, думала, игрушка, короче, схватила её за голову, не откусила ничего, но, короче, повредила глаз. А собака какая? Став. Став? Да. И, получается, процарапала вот так вот ему череп, у него один глаз, у него белая катаракта была и шрам вот так вот, прям вот, один глаз нормальный. Ну, короче, смотрелось очень круто, так брутальная мышь такая, знаешь, выжила. Что тебя учитель тогда поставил, какому? Ходил, контролировал, потому что ты разрезал её или не разрезал? Нет, ничего, просто на перемене, когда их только принесли... А, ты сразу одну в карман? Да, во внутренний карман, причём я полпары, я просидел во внутреннем кармане пиджака, у меня сидела мышь, я её придерживал, пока она там сидела. Она не спала, да? Нет, нет, я не... Не знаю, надо было. Типа тихо, спи. Короче, я полпары так просидел, потом просился в туалет, вышел, в итоге я уехал домой просто и в аквариум высадил его у себя дома. У тебя внутри была гордость такая, я спас животное? Мне очень жалко было, не знаю, всё. А рыб резали? Да. Изучали, что там варили? Варили их. Ну, там, короче, очень долго варят, чтобы мясо всё слезло, скелет изучали, чтобы скелет целый остался. Ну, живых рыб мы, естественно, не варили. Мы брали в магазине, да, допустим, на рынке, там, карасик какой-нибудь. А, покрупнее, чтобы был? Ну, да. Мама готовила уху, получается, отец до солнца? Нет, 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 мы его варили прямо в аудитории, вонь такая дикая стояла. Поначалу он нормальный, но пока куха, вкусно. Ну, а когда ты его уже нужно переваривать, чтобы мясо само слезло с кости, естественно, уже не очень запах был. Это сколько надо варить примерно? Несколько часов, я не помню. А сколько у вас было пар? На это посвящено. То есть, ну, у нас по две, по три пары было. То есть, первые часа два, четыре, с ними варили? Допустим, с утра преподаватель, да, грубо говоря, начинал это всё делать, он закидывал, то есть, пока у нас там пара, две, какие-нибудь другие, другой предмет проходил, и вот последние там три-четыре пары уже, вот, то есть, мы с одним преподавателем в одном кабинете. Ну, соответственно, там две пары, он ещё варится, вот, и третья-четвёртая пара, всё, мы уже там достаём. Вы задыхаетесь там? Не, ну, там всё открывалось, но всё равно запах неприятный. Нет, там не было прям так жёстко. В этом экологическом центре как приходили деньги? Ну, от государства, это государственное было учреждение. То есть, спонсировало государство? Да. А вход туда был платный? Нет, абсолютно не бесплатный. То есть, любой прохожий мог туда прийти? Да, он мог зайти, просто зайти посмотреть. А как ты считаешь, если вход туда был платный, денег на коре-мистику, на всякие другие дела, было бы больше? Я думаю, да, но на тот момент, как бы, не задумывались. Бесплатно и бесплатно и хорошо. На самом деле, там не так уж и много было желающих. Прийти, посмотреть? Да. Ну, в день, может, на человек 10 могло зайти. А, даже так? То есть, в основном, всё-таки работали больше на институт, на школьников? Да, но на кружки всё-таки, вот эти детские, для детей было создано всё-таки, в первую очередь. Изначально, так как это был, как он там, я говорю, он назывался, юный нейтралист, вот, то есть, изначально это позиционировалось для детей кружки. Ну хорошо, у вас там продажи какие-нибудь были, прямо в центре в этом? Да. То есть, пришло 10 человек посмотрели? Это неофициальные, неофициальные продажи были. То есть, даже вот, к примеру, у меня там, не знаю, миеки расплодились, вот у меня есть там подростки, мальки плавают. Вот, плавают, то есть, я давал объявления в газету, причём туда ещё в интернете. Не раз не было в интернете. Да, да, вот, я давал объявления в газету, и мне звонили аквариумисты, и профессионалы, и любители, ну, то есть, в основном взрослые мужики были, которые в возрасте, они уже давно занимаются аквариумистикой, да. Вот, они мне звонят, там, есть ли ещё в наличии, куда можно подойти, там, посмотреть. И ты такой, экологический центр. Ну, да, типа того, я говорю, вот, экологический центр, ну, что, прям туда, я говорю, ну, да. Приезжали, причём в соседних городах тоже приезжали. Это всё было без чеков, да, средства? Всё, всё без чеков. Цена, грубо говоря, малька, то есть, ну, средняя по рынку, которую убрали, я мог там чуть-чуть дешевле, там, может, на пару рублей дешевле сделать, и ехали. Стоп сборить, да? Да, да, и причём огромный плюс был, то, что это экологический центр, да, это уже звучит как, то есть, там на уровень лучше, должен быть, то есть, вероятнее того, что никаких болячек не будет. Ну, понятно, я не из Китая закупалась уже, да, так говорили. Да, 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 то есть, это мы всё разводим сами. Местное производство. Ну, да. А у тебя для этого всего дела были какие-то отсадники, отдельные помещения, или это всё происходило в общих аквариумах? Нет, это происходило всё в одном помещении, но, конечно, отдельные отсадники, всё, всё было. То есть, позволяли, да? Да. А про рынок, ты говоришь, что продавать приходилось на рынке. Это как, у тебя получается так вот, то есть, выпадают выходные дни, ты собираешь малька в пакетике, всё это дело, или как? Нет, лично я никогда не ездил, я не сидел на рынке, вот там не продавал, нет, мне реально просто до этого не было времени. Я, скажем, вот я давал объявление, кому надо, приезжали просто ко мне прямо в экологический центр, вот там выбирали, мы там договаривались. Обмен, чаще был обмен, нежели продажа. Ну, тебе, так как сотруднику этого центра было бы, в принципе, наверное, всё равно, ты просмотрел, как у тебя рыбы нет, либо какой меньше. Да, 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 если мне приезжают, предлагают, говорят, вот у нас там, у меня есть такая-то, такая-то, вот малёк, тоже давайте её, типа, обменяемся, один к одному, грубо говоря. Давай, там, я ему там 10 мальков своих, он мне 10 своих. А на растечку было? Нет, смотри. Ну, ты рыбу, а на тебе растений. Нет, по-моему, не было такого. Растений, растений я сам покупал, я ездил вот на этот рынок, просто покупал. До того, как ты устроился в этот экологический центр, у тебя были свои аквариумы дома? Да. У меня на тот момент, как я устроился, у меня уже было 9 аквариумов. Дома? Дома, да, у меня стоял вот стеллаж, то есть, полностью от пола до потолка, забитый аквариум. В мой письменный стол, когда, грубо говоря, рабочий, школьный, на котором я ещё тогда занимался, то есть, я нафиг что-то убрал, я поставил на него. То есть, ты уже увлечён, да, к тому времени? Да, да. И поэтому, когда тебя пригласили, ну, или ты там договорился, то есть, уже... Я сам туда... Большое интересное. Да, да. Короче, я пришёл туда, не в поисках работы, я вот искал вот эту вот альтернативу, чтобы, да, стажёвку, чтобы не идти работать в школу, я очень не хотел. Я зашёл туда, и тут мне говорят, типа, да, нам требуется, как руководитель отдела, нужен аквариумист. Я говорю, давайте. Ну, а как ты считаешь, ты когда туда попал, аквариумистка там повысилась? Да. Интересно, аквариумистику у людей тоже повысился? Да. Но она, кстати, ещё повысилась за счёт того, что у меня мать работала в школе, и... Она тебе поставляла товар живой, да? Ну, да, рабов, которые мне мыли аквариум. Ну, в кавычках, естественно. Естественно, конечно. Ну, соответственно, она... У неё были связи с другими, с соседними школами, с директорами, вот, и просто в каждой школе открылся набор на кружок аквариумиста. И всё, у меня там каждый день, там, по, грубо говоря, в среднем 7 человек с каждой школы приходили, да, я с ними занимался. Ну, как правило, вот за первые несколько дней, там, за дня три половина отсеивалась, которым это... Понимали, что... Да, это им не интересно, вот, ну, и оставалось там с одной школы, там, ну, человек 4-5. И мне, в принципе, было 4 человека, это прям вообще идеально. То есть, это, во-первых, не целая толпа, за которыми нужно бегать и следить. Что палец делал, если не должно быть? Вот. Ну, и с ними удобно, и это реально, ну, оставались дети те, которым это было интересно. И можно было бы дать больше информации. Которым ты, да, не просто то, что ты им вот толдычешь, как учитель, что-то ты должен им что-то рассказать. Нет, они сами спрашивают, сами интересуются. Если они сами что-то делают, ты вот момент, что-то увидел, ты там, поправил, подсказал, и всё, и они это запомнили, и потом в дальнейшем... Ну, прошло уже много лет. Ты не пробовал найти этих ребят? Занимаются они сейчас аквариумистикой или не занимаются? Помнят они тебя или не помнят? Возможно же ты был самой той изюминкой, с которой всё началось. Ну, у меня так в детстве было, с чего я начал заниматься. И мне так это всё понравилось. Я пришёл домой, и я в таком восторге рассказал об этом маме. Я достаю палец, у меня вот на обрывке кожи просто раздробленная фаланга вот так болтается. И первые мои рыбки, как ни странно, которые мне больше всего понравились... Блин, не гупи! Не гупи! Падает в обморок. Я стою, просто обтекаю кровью. Подожди, подожди. Он приподнимает плиту. Смотри, на этот палец. Нет, мы приподнимаем плиту. Падает в обморок. Реклама. О�. Полу.